Россия отправилась в Антарктиду, к континенту, на который претендует 50 стран из Петербурга, вышел новый научный десант. В составе экспедиции 4 следовательских судна и почти 700 человек, среди которых ученые, моряки и даже летчики. Впереди тысячи километров пути и десятки научных проектов. Мария Евсюкова проводила команду. 40-летний следователь в предвкушении встречи с давней подругой с Антарктиды адмирал Владимирский не виделся 30 лет. К долгожданному свиданию готовился несколько месяцев. Теперь он отремонтирован, модернизирован и полон запасов. Сейчас проходит обязательную процедуру размагничивания. На Антарктиду претендуют больше 50 стран нашего земного шара. И чем больше мы там будем находиться, именно Россия, тем мы будем больше показывать, что это район наш. И он по праву принадлежит нам, потому что он открыт Беллинсгаузеном и Лазаревым. Шестой континент искали португальцы, голландцы, англичане, но нашли его только русские. 28 января 1820 года. Пора осваивать территорию, говорит капитан, и вносит последние правки в маршрут. Конечно, да? Нет, сначала молодежная, а потом медведьский, 50 лет. Адмирал Владимирский пройдет через три океана, 15 морей и 6 проливов. Путь из зимы в лето составит 34 тысячи морских миль. Чтобы пополнить запасы провианта, судно сделает три остановки на станциях Прогресс, Новолазаревская и Молодежная. Ученые обменяются наблюдениями за таянием льдов и другими климатическими процессами. Какой самый сложный участок? Это пролив Зумф, это побережье Швеции и Голландии. Здесь существует много паромных линий. И глубины, как вы видите, ну очень незначительные. Вот я смотрю в центре, вот 14, 11, 16 метров. Это с учетом того, что наша осадка составляет 6,5 метров, запас под кильом у нас будет очень маленький. Бумажные карты – пример классической навигации. Однако сегодня главные путеводители – флешка и система ГЛОНАСС. В экспедиции команда испытает новую метеостанцию и исследовательское оборудование. На случай аварии у каждого члена экипажа имеется вот такой гидрокостюм из неопрена. Он достаточно долгое время удерживает тепло даже в ледяной воде. Но главное его достоинство – этот маячок. Когда человек попадает в воду, он загорается. Еще здесь есть два карабина и вот такой свисток. К родным берегам адмирал Владимирский вернется через Атлантику ориентировочно в середине апреля 2016 года. Бака вам на бак. По местам стоять, сикарей швартовых сниматься. Мария Евсюкова, Михаил Холкин, Влад Матусов, 5 канал.